следует только тех кто теряет смысл своей жизни и тут сразу же такой вопрос появляется а в чем же смысл жизни человека нужно задать этот вопрос ребенку который только родился но обычно ребенок который только родился он сто процентов не знает смысла своей жизни скажите если он не знает смысла своей жизни значит ли это что смысла его жизни нет нет ну конечно же смысл жизни есть и он заключается в том что ребенок уже родился а если ребенок родился и он живет и не знает свой смысл но все равно живет то смыслом его жизни является просто то что он живет и живет в виде радости и это и есть смысл его жизни прожить свою жизнь ощущать свою жизнь как радость ощущать и ценить свою жизнь и понимать что эта жизнь она ему нужна как обычно живут люди люди считают что смыслом являются зарабатывание денег взросления детей любовь там создание или не создание семьи стать благородным купить квартиру и так далее все эти смыслы жизни хороши но дело в том что мужчина который живет ради женщины или ради того чтобы в его жизни появились женщины может столкнуться с тем что потом ему женщин не захочется все смысл жизни сейчас ради того чтобы купить квартиру смысл жизни исчез когда купится квартира стать богатым а что же будет дальше когда человек станет богатым то есть человек меняет то что называется жизнь меняет ее на квартиру которая в дальнейшем появится или там на еще что-то и на еще что-то именно поэтому так можно потому что обычно это мотивирует и заставляет человека шевелиться но я бы хотел вам сказать что необходимо всегда помнить что жизнь является для нас в общем-то самой дорогой и самым дорогим наверно наградой и самым дорогим смыслом почему жить жить чтобы наслаждаться жить чтобы радоваться как можно если все вокруг плохо это кто-то мне будет такой вопрос наверняка задавать если все очень плохо но с чего начинается плохо плохо ведь начинается с эмоций до скажете вы мне плохо начинается с эмоций ну что же вам мешает начать это все изменять как но изменяйте эмоции и тут вопрос как изменять произносите себе каждый день слова мне нравится утюг мне нравится чайник мне нравится где живу мне нравится что я ем и так далее и так далее почему смерть преследует только тех кто страдает от своей жизни и здесь такой нюанс есть может быть я не прав потому что есть люди которые очень внешне радостные счастливы и ведут очень такой красивый образ жизни и кажется что это человек водухотворенный вдохновленный и так далее я хочу вам сказать что внешне человек может быть примером жизнерадостности внешне примером жизнерадостности внутренне он страдает обычно он страдает от огорчений раздражение эгоизма у меня был такой мужчина в моей жизни знакомый который был замом директора завода большого завода в городе харькове этот мужчина очень был гулящий то есть у него помимо жены были постоянно половые партнерши он не стеснялся этого постоянно говорил о женщинах лавелас таких людей называют этот человек умер в возрасте 56 лет сейчас скажу точно до 56 лет когда он умер в 56 лет то перед своей смертью он читал книжки у нас был разговор с ним он мне говорит андрей андреевич но я вот радуюсь и получаю наслаждение почему же я болею онкологии почему мне не могут помочь и там со мной терапия не работает и так далее я ему говорю скажите мне а когда вы начали ощущать что вас не тянет к женщинам он говорит это произошло где-то пять лет назад откуда вы знаете андрей андреевич я говорю ну я знаю потому что это был ваш мотив жизни вас тянуло к женщинам вас это вдохновляло и фактически являлась вашей мотивацией но когда это мотив то есть он жил для того чтобы я не знаю чтобы у него были женщины в жизни и когда этот мотив пропал то есть он пропал пять лет назад то у него появилась полностью исчезла настроение он начал огорчаться почему но все остальное ему не нравится и это привело к тому что у него появилось заболевание он говорит ну и что же мне делать я говорю находите новые идеи ради чего жить находите новые задачи которые могли бы быть настоящим говорит ну ради детей но вы любите своих детей но я не знаю но у меня стройка но вас не замучила стройка но я не знаю незачем жить то есть смотришь на человека ему незачем жить умирает потому что мечтала же о мужчине начала жить с мужчиной умерла почему вопрос закончен здесь еще вот такой нюанс есть знаете а тогда почему болеют дети здесь вот несколько таких вариантов первый вариант если ребенок в прошлой своей жизни не закончил цикл жизни и болея очень тяжело его предварительно на убили и он сам совершил самоубийство то после своего рождения он должен дожить и закрыть прошлую жизнь закрыть вот этот промежуток времени и второй вариант родители мама и отец которые сошлись и между ними хоть с одной стороны нет радости совместной жизни а живут они только для в начале это были интимные отношения а в дальнейшем когда это уже надоело они начали жить ради ребенка фактически являются человеком или людьми которые один в одну сторону тянет ребенка другой в другую сторону тянет ребенка когда родители друг друга ненавидят делают это искренне особенно женщина которая может искренне ненавидеть мужчину они могут таким образом разрывать ребенка и здесь такой вопрос андрей андреевич я знаю семью в которой допустим ребенок болеет мама любит искренне отца отец любит искренно маму а я не говорю о внешнем проявлении я говорю о внутреннем понимаете мало ли как можно улыбаться мало ли что можно говорить а там все плохо выход из этого есть это понимание что жизнь это ценность и мой постоянный авторский метод это проговаривание себе мне нравится это мне нравится то мне нравится что то еще